приветствую всех любителей 3 варкрафта дорогие друзья добро пожаловать на карту тартл рок у нас сегодня встречаются две легенды которые вы уже могли наверное заметить по никнеймам сверху на панели у нас встречаются грабби который стартует сверху за ночных эльфов желтым цветом он и напротив него зеленым цветом никто иной как sky дорогие друзья да да именно он что же поехали интересно будет взглянуть на их противостояние учитывая то что они оба являются несомненно легендами про сцену 3 варкрафта ну и поглядим как будут развиваться события архимаг со стороны sky со стороны грабежи кипер призывается пеньки моментально между прочим отправляется на верхнюю точку зеленую с черепашками закрепил он первую точку что за имел за имел туфли ловкости неплохо использовал фичу с 21 1 1 с 21 как-то и закранируем 21 лимитом все хорошо у грабби в этом плане появляется виспа непонятно куда а пеньки не исчезнут ага он разведал получается чем занимается его оппонент естественно прибегает на харасс не не успевает убить и лима хотя было довольно таки близко будем честны из чего-то получает по шее от футменов и отограф лучница до пеньки уже заканчивают свое 2 свое действие однако здесь ополченцы новые новая партия ополченцев побегает второй уровень получает кипер неплохо нахарасил будет ли еще призывать пеньков нет скорее всего будет грабби 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 немного постарел что непонятно зачем он начал бить 2 футмена вместо чтобы убить битого ну естественно грабби прекрасно понимает чем будет заниматься его оппонент обратите внимание заказ sky да я sky он действительно уникальный игрок в том плане что именно он привнес очень много стратегий за расу альянса и свое время доминировал на просто цене очень скажем так немалое количество времени поэтому не стоит недооценивать этого старичка по ходу из-за патча он решил вернуться потому что в этом патче как мы знаем умов немного бафнули в том плане что ополчение у них длится теперь не 40 секунд от сорок две с половиной ну и не забываем про их предыдущий бафу 10 хп который было добавлено в патче 1 35 не изменяет мне память до экспон ставится sky и между прочим шестью рабочими мне кажется это немного расточительно с его стороны но в целом ресурсы есть в этом плане все хорошо для него призывается ополчение прикапывается один из работяг sky до контроля этот момент да да контролирует добивает своего работягу чтобы не дать опыт сопернику и же сапоги скороходы взял на своего архимага sky а дастов нет ставится магазин на центре карты у грабби кстати дома 4 мунвелла мага вторым героем и кстати говоря хантерс холла нет у грабстера до сих пор у него кипер бегает low хп крайне аккуратно нужно быть ему прямо сейчас вот это уже похоже на план капкан сейчас появится мана на прикопку есть мама на прикопку будет ли прикопать грабби пока что нет но неплохо так выбил дурю с архимага ставится в волшебное святилище ой и снять какое святилище магазин на экспанте узкая что там два футмана курят 3 футмана здесь дома заказывает щиты sky и переходит в т3 грабстер добавляет хантерс холл все-таки возможно возможно мы увидим стандартный стандартную картину три дальних героя 3 арбы подозреваю что должна быть под матри этим героем с алтаря хотя возможно знаете напрашивается здесь фаерлорд учитывая то что в последнем патче если быть точнее в этом патче бафнули этого повелителя огня прямо знаете хочется увидеть его в исполнении грабби поглядим как будет на деле 3 уровня архимаг уже есть вторые лимы и также 4 футмана пошли наказывать магаз по-хорошему нужно успеть ставку ставку куплен окей все хорошо в этом плане прикапывается архимаг будет ли арка окружение до моментально ориентируется грабби даже подконтроливать своего кипера неплохо так отжал телепорту своего соперника а здесь уже щиты имеются соответственно футмены не чувствуют урона от лучниц барак между прочим выжил у грабби делается great на длинные точнее на улучшенные луки соответственно улучшится будет дальше их дальность атаки прямо сейчас у них 500 чуть позже у них станет после грейда 700 самом деле очень классно играет и многими недооцененный честный второй уровень поднимает надо ой но грабби и конечно терять лучниц крайне нежелательно подставить героя не ковильфа что же свита крыка имеется у грабби с первой точки а также жезл похищением она неплохо здесь минус барак отстраивается моментальных два барака грабби и делает первый грейд на атаку по-хорошему нужно заказать еще и грейд на улучшенные колодцы ну да здесь стандартным мероприятием занимается sky то что напрягает своего соперника пока сам выходит в нужное количество ресурсов в т2 прикапывается фокмен сто процентов никуда не уйдет отсюда третий уровень получает кипер 2 прикопка да вторая прикопка пока что третьего героя не видно имеется магазин нет не имеется магазин по-хорошему грабби нужно было дома в один магазин поставить и вот он все-таки появитель огня интересно будет посмотреть что он прокачает и моментально качает пассивку какие же куски отрывает от юнитов это еще вам по герою била вы прикиньте весьма щеку бить по юнитам граби заметил это все дело виспа даже выбил вывел на блок а кстати сейчас а минус архимат может быть очень грамотно стопит его стопил по крайней мере граби да пока не мере хилку должен выбивать со своего оппонента понятно почему скорее не качает ой здесь футмены со щитами пришли ополчение магазин на передовой ставит грабби пытается это сделать минус висп должен быть успел его задетонировать да и в принципе не стоило что он жёг бы ману киперу прикопка по футмену вытягивается мана архимага мне кажется не в полной мере нужно было чуть пораньше его использовать и ставится экспанту граби дома кучницы копятся пока что уже вышел маунте пинки на телепорте домой возвращается игрок из европы неплохо грейд на колодце имеется 1-0 грейды на лучницах продолжает заказывать этих самых лучниц граби но плохо то что у него вообще не торпы прямо сейчас да вообще прям плохо ну и знаете в т3 все-таки уходит здесь sky имеет полнейшее право на это взрываются эти футмены и между прочим при взрыве от пассивки фаерлорда они нам наносят окружающим какое-то количество урона поэтому не стоит это недооценивать ну что делать дальше скаю пока что ума не приложу только лишь терпеть просто стоять из дома копиться естественно два волшебных светилища а вот все это не проблема то есть у него в одном свидетельстве весь до заказ то есть это это мне кажется вот на таких мелочах и прокалываются про игроки естественно это огромный огромный минус заказывается между прочим рыцари моментально реагирует сейчас граби точнее sky вызывая ополченцев уходит первый рыцарь рыцарем желательно бить и не героев а именно лучниц о нога 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 у нас походу встряла нет стрелок грамотно растасовать предметы став выложил на пол подобрал своим фаерлордом и ставку ногу естественно терять ее вообще не было никакого желания минус маутин кинг тем временем да конечно лучницу огромное количество урона наносит не забываем то что они еще и часть лучниц под рыком 27 урона с затычку это нереально крис и ополченцы подставляется взрыв наконец-то арба появляется по крайней мере первое должна быть прикопка на маны нет мероприятия у грабстера ставится кипер ну и по-хорошему sky нужно добавлять грейды на защиту на своих рыцарей граби успевает до контролить своего виспа ученицы скапливаются постепенно делается второй играет на атаку для них же ставится колодец около своего экспанда напомню что это противостояние проходит на новой карте черепашьих скалах здесь уже не выпадает руна варда здесь не выпадает руна исцеление минус волшебница приобретает своего оппонента прямо сейчас граби использует молнию на своей ноги мне кажется немного рановато вы страны тоже пришлось да и нога подставляется диспл имеется моментально реагирует на колес 3 уровень 4 уровень получает кипер можно призвать пеньков но с другой стороны если так посмотреть здесь немало пристов которые моментально задиспелит это все дело да таки получается ой кипер 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 господи что ты делаешь граби да пришлось ему отменить свое подстраивающееся здание 3 уровень наконец-то получает нога нужно использовать молнию на развороте остав став имеется имеется 2 став все хорошо все схвачено у граби и неплохо было бы перекупить свиток исцелением прямо сейчас здорово зашел бы по армии эльфа ну и скорее всего это минус экспанта кстати благословение природы имеется поэтому будет жить немного дольше но в целом картина не меняется а за диспелить виспов не хочешь граби в диспелить виспов валял знаете по-дотерски прямо сейчас отыграл граби вот прям из-за леса так стал и чисто под рейндж героев прикопала виспами не детонировал а именно блочит и мир fire на рабочих кстати голда скапливается устая по-хорошему нужно ему тратиться на что-нибудь у граби конечно печально дела 2 арба есть по-хорошему передавать ноги надо ее передать почему ноги потому что смотрите пока что у фаерлорда есть пассивка и пассивка причем неплохо так стакается и плюс некий ауе урон а у ноги получается нужно выключить или ледяные стрелы и учитывая то что она третьего уровня у нее там 2 форкит и естественно мана нужно только лишь на форкит ой как же они шатают пристов но успевает выделить своего приста паладином на кайте пытается играть граби ой здесь вообще в диспозицию находится неплохо он что-то и так ополченцев и нага-нага подставляется на густава это кипер а кто став нет кипера в это огромный вопрос и на телепорте уходит домой руки с голландии но я вам скажу довольно неплохо отыгрывает sky для игрока в активе весьма и весьма неплохо графстеру вообще и в идеале нужно выводить виспов хотя бы 1 2 чтобы диспелить inner fire что под inner fire 12 бродей на рыцарях это очень и очень много ставится ставится кипер но здесь погибает остальные два героя у граби и вот на такой ноте заканчивается такая замечательная игра дорогие друзья если вам понравился этот матч не забудьте поставить пальцы вверх также свое мнение что думаете касательно данного противостояния ну естественно подписка на канал всем вам желаю всего доброго здоровья ну и естественно всем пока